Во-первых, быть искренним с Аллахом. Аллах в Коране говорит, «Я юга лязина амену, атаку Аллах, вакуну мя ассадиким». «Во верующие, бойтесь Аллаха, и будьте с правдивыми, будьте с искренними людьми вместе». Об этом, Субхану ва Та'але, говорит в Коране. Это то, что Аллах от нас требует в этой жизни. И за это будет награда. Какая же награда? Об этом говорит в другом аяте. «Хааза ялму нинфа ассадикима садиким». Это тот день, судный день, когда искренним людям поможет их искренность, когда правдивым поможет их правдивость, которая у них была перед всем, Аллаху субхану ва Та'але. Поэтому «Ихлас», «Ихлас», «Искренность» – это то, что противоречит лицемерию. «Ихлас» – это отдельно большая тема «Ихласа». Самый первый у всех ученых, вот имам Бухари возьмется, например, «Первый» – «Бабуль-Ихлас». Любые хадисы мусульм – «Бабуль-Ихлас». Везде первый-первый идет «Ихлас», «Ихлас», «Искренность». И чем мы больше будем искренны с Аллахом субхану ва Та'але, тем «Аль-Хамду-Лля», мы отдалимся от лицемерия. То есть отдаляться от рия, от показухи. Например, человек что-то делает благое, и кто-то из твоих родных, близких не узнал, что ты сделал благое. «Аль-Хамду-Лля», что не узнал, это лучше для тебя, для твоей искренности. Даже если он узнает, не узнает, чем тебе это поможет. То, кто сможет тебя наградить за это в судное дело, он знает, тебе это должно быть достаточно. Поэтому, когда мы отдалимся от показухи, от рия, именно стараемся понимать, что «Аль-Хамду-Лля», ну, хочешь, не хочешь, все равно шайтан делает нашептывание. Если мы хотим, чтобы наши дела были ради Аллаха, тем, салам, ты отдаляешься от лицемерия. А когда человек, он хочет, например, показать, показуха занимается, один брат тоже такой. Ну, это, как говорится, это анекдот, ну, это настоящий анекдот. Это по правде так было. Вот в Татарстане, в одном городе, когда там братья учились, мы в Альметьевске, и там один брат, который рассказывал, говорит, мы только поступили, на первом курсе учились, и там, говорит, один брат намаз быстро читал. И, говорит, а там на экскурсию в мечеть зашли люди сзади. И он понял, что кто-то заходит там. Дай-ка здесь, говорит, у меня вначале намерение было, говорит, это, чтобы не подумали. Я начал шайтан мне вось-вось сделать, в голове, потому что у меня намерение было, чтобы они не подумали, что так правильно надо быстро намаз читать. И у меня тут в этот момент мне шайтан, говорит, нашептал и сказал, слушай, а вдруг ты сейчас, специально для них, говорит, это медленно читаешь. Но, говорит, когда я, говорит, на Тащахудович сидел, я читал, говорит, я уже менял свое намерение, что не-не-не, все-таки я не ради этого. А я ради того, чтобы они не подумали, что намаз так быстро читать. Но, когда они сзади, лучше бы они это не говорили, когда сзади подошли, сказали, смотри, как красиво намаз читает. Он, я, говорит, не содержался, во время намаза повернулся, сказал, я сегодня еще пост держу. Вот, я, например, стараюсь, вот в Рамадане куда-то на Ифтар не ездить, всегда в мечте делают. Почему? Потому что бывало такое, что куда-то уезжал на Ифтар, потом Таравих намаз проводить, и ты, если куда-то выехал, вот-вот за пять минут перед Таравихом, и некоторые, простите, обижаются, почему на Ифтар не приходишь и так далее. Потом, я говорю, в Шаваль придем, в другие дни. Но в Рамадане, как будто, всегда только стараюсь в мечети быть или в шатре. Потому что, должно быть 30 минут хотя бы у нас время перед тем, как мы прочитаем намаз, чтобы остаться наедине с Аллахом. Обновить свой нияд. А бываешь, представляешь, вот ты даже проверен, попробуй, например, попробуйте каждый. Например, осталось 15 минут до намаза, и ты остаешься, почитай Тафсир, подумай об Аллахе, подумай о Судном Дне, подумай о тех аятах, которые ты будешь читать. Представь перед собой вот это вот Судный День, на могилу. То есть, обнови свой нияд и поблагодаря Аллаху, что сейчас я буду читать намаз, сейчас я буду поклоняться Аллаху, обрадуйся этим, что Аллах тебе позволил, а ты мог бы быть еще за тех, кто не поклоняется Аллаху. И скажи Аллаху Акбар, твой намаз совсем другой будет. Нежели за три минуты, там, заезжаешь в мечеть, на Аллаху Акбар, ты еще не успел, у тебя в голове какие-то мысли, что-то это, совсем другой намаз. Поэтому всегда мы должны обновлять свой нияд. Всегда мы должны обновлять, я сам себе говорю, всем близким, в дауате мы, в другом деле, какое-то мы благое дело делаем, садака мы даем. Всегда ты обновляй нияд, чтобы шайтан не зашел нам через восьвас, через показуху, через рия, разве чего мы это делаем. И иншаллах вот эти, и сам уже дуа, иншаллах, дуа, альхамду, льня, просить в Аллаху, ведь сам посланник Аллаха прибегал к Аллаху, ваааузу бика минан-нифақ, Аллаху просил дуа, Аллаху ауттахи, иркулюбина минан-нифақ, вааамалина минан-рия, ваа'юняна минан-хияна, три вещи просил посланник Аллаха, чтобы это тоже дуа, это делали, для нас будет начало полезно, искренне. Аллах, очисти наши сердца от лицемерия, наши дела от показухи, и наши глаза от измены. от нашей глаза от измены, чтобы наши глаза не смотрели на харам.